Ненецкий округ отметил День коренных народов мира, а праздник относительно молодой. Его очередили в 94-м. Так, в Наринмаре впервые состоялась специальная акция под названием «Свой среди своих». Ее организатор – этнокультурный центр, участники проекта нарядились в национальные костюмы, чтобы подчеркнуть уникальность различных культур и традиций. Что из этого получилось, расскажет Людмила Сидейская. Екатерина Тарасова считает, что каждый человек должен знать свои корни и ни в коем случае не стесняться их. По мнению девушки, национальный костюм наглядно демонстрирует особенности той или иной культуры. Сегодня Екатерина в очередной раз показывает горожанам традиционный наряд белорусов. Его главная деталь – клетчатая юбка. Ее я нашла благодаря этнокультурному центру в костюмерках. Рубаха у меня своя, то есть рубаха-платье. Я ее купила когда-то в свое время для того, чтобы участвовать именно в мероприятиях, проводить какие-то мастер-классы по своей работе. И вообще, когда я езжу на фестивали, какие-то по лоскутному шитью, по традиционной культуре, я с удовольствием одеваю а-ля традиционный костюм. И это всегда смотрится выигрышно. Специалист многофункционального центра Екатерина Дуркина сегодня впервые примерила русский народный костюм. Это сарафан, украшенный пуговицами и девичий головной убор. По словам девушки, наряд ей настолько понравился, что она готова ходить в нем хоть каждый день. Я выбрала этот костюм, потому что он для юных девушек, он мне подходит, и он очень красивый. В акции принимают участие сотрудники различных организаций. Так, например, менеджер одного из туристических агентств, Александра Короткова, отдала предпочтение украинскому костюму. Девушка признается, проведение такой акции – это непростая формальность. Будет происходить какое-то объединение народностей, скажем так. То есть на это направлена акция, свой среди своих и в НАО. Поэтому, наверное, какой-то отрыв от повседневности, то есть будем выделяться. У нас небольшое количество людей в этой первой акции. Мы хотим попробовать понять, почувствовать те ощущения, которые чувствовали наши предки, прабабушки, прадедушки и те, кто до них был, когда они проживали в таких костюмах, в которых мы сегодня. А вот у Юрия Хатанзейского национальный ненецкий костюм. Их носят жители Малоземельской тундры. Особое внимание обращают на себя заячьи ушки на груди и рукавах, а также орнамент в виде рогов оленя. По словам мужчины, это не просто символы, а различные обереги. Еще одна важная деталь – рабочий пояс Тасма. Он передается по наследству и считается талисманом. На нем висит старинный нож. Сегодня на самом деле большой праздник – это День коренных народов. Международный день коренных народов мира. И мы с удовольствием в этом принимаем участие. Для нас носить национальную одежду – это не новое. Мы постоянно, мы практически находимся каждый день и в мероприятиях, и в повседневной жизни. Мария Филипова родом с Нижегородской губернии и сегодня пришла на работу в стилизованном русском костюме. Женщина шила его сама. Его элементы – душегрея, нарядный сарафан, платок и головной убор, украшенный различными узорами. Родители сказали очень красиво, все улыбались, настроение было приподнятое. Дети смотрели с удивлением, им тоже интересно. Кто-то так смотрел, вроде как и не узнает тетю сегодня. Но потом вроде как тоже улыбались, тоже им интересно. Подходили, вот пуговки разбирали, тут смотрели. Им тоже интересно. По словам организаторов, название акции «Свой среди своих» говорит о том, что каждый человек в национальном костюме ничем не отличается от людей в повседневной одежде. Всего в новом для региона мероприятии приняли участие порядка 30 жителей окружной столицы.